Каким образом вы будете переходить с этапа оценки на понимание собственной зрелости, выработки правильной модели управления, выработки необходимых навыков и, в конечном итоге, выбора правильных решений и правильных технологий. Да, поэтому у нас структурированные исследования в этой области, но, опять же, вы не найдете этих исследований, таких исследований под заголовком «Смор технологий», потому что здесь мы говорим абсолютно обо других вещах, но у нас все равно используется метод 4А, потому что все рамки у нас сохраняются одними и теми же, и они помогают вам выполнить все интересы. Спасибо большое. Я бы хотел очень плоскально поблагодарить за то, что он напомнил, что у Форестер сейчас есть совершенно такой новый подход к структуризации всех аналитических инструментов, отчетов, консульционных практик, которые называются в этот Форестер «Плейбук». Значит, но это как бы такая отдельная тема для разговора, если будет кому интересно, пораду ли послушать, что это за новая упаковка «Плейбук», которая структурирует аналитику, то можно будет отдельно пообщаться. Ну что, коллеги, сейчас у нас есть какое-то количество времени до перерыва, и, собственно, пожалуйста, вопросы по скалингу. Пока задумались, да? Можно, пожалуйста, пожалуйста? Да, пожалуйста. Если можно, представляйте, потому что идет запись, и микрофон сейчас вам принесут. Спасибо. Расчет Константин, ОВС «Северо-Стране». Скажите, пожалуйста, Паскаль, а в каком объеме Форестер сам использует смарт-технологии? Отличный вопрос. Попросите, пожалуйста, включить микрофон. Микрофон. Итак, да, мы используем технологии, особенно с точки зрения отслеживания соцсети. Это нам помогает понять предпочтения наших читателей и наших потребителей. В конечном итоге мы также используем эти технологии для управления собственными человеческими активами. То есть, я говорю сейчас об обоих экспертах, обоих консультантах. Социальное взаимодействие – это один из элементов, в который мы значимое количество средств инвестируем. Пару недель мы перешли к Google Mail и Google Documents от Microsoft Outlook. То есть, в результате этого мы получаем различные инструменты понимания того, где находятся наши люди. Мы можем использовать различные устройства для обеспечения общения с людьми. И мы сейчас говорим об абсолютно другой среде общения. Например, наша компания работает в виртуальной реальности. Я работаю на передомах в основном. Мы не встречаемся в возрасте. Поэтому мы должны быть объединены другими способами. То есть, социальное взаимодействие, документальное взаимодействие, собственно, мы для этого используем Google Documents. Поэтому, с точки зрения управления человеческими активами, мы используем эти технологии. Спасибо. Спасибо. Я забыл на кашу, да, да. Еще вопрос. Я, Девик Владимирович, государственная думка, где-то в промышленности. Уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, какое значение есть смарт-технологий для малосреднего бизнеса? Поскольку президент Путин, премьер Мебедев, поставил задачу создать 25 серьезных рабочих мест в 25-м году. То есть, наверняка, это будет малосредний бизнес. Ну, тот 500 – понятно. А вот что для малого и среднего бизнеса, и как мы можем это облегчить? Я думаю, что в таких странах, как Россия, где у вас очень большая протяженность территории, и люди живут в различных городах, на разбросках по всей огромной территории, управление человеческими активами все больше и больше становится важным. И что касается среднего и малого бизнеса, которым приходится действовать в различных областях России, они, естественно, не могут инвестировать огромные деньги в собственную инфраструктуру для обеспечения взаимодействия, для обеспечения управления проектами и для обеспечения взаимодействия с партнерами, то мне кажется, что управление человеческими ресурсами будет обеспечиваться за счет облачных технологий. И благодаря этому они будут выигрывать средний и малый бизнес, потому что вам не надо будет собственную инфраструктуру создавать. И плюс различные аналитичные компоненты и инструменты могут быть использованы для проведения фрагментового анализа. Например, в контексте понимания проблем, стоящих перед клиентами, вам не надо будет создавать собственный отдел неукров, вы можете полагаться на своих партнеров для получения консультанции, которая вам необходима будет для реализации конкретного проекта или конкретной функции. Поэтому в конечном итоге я думаю, что есть огромное количество возможностей, ну и вызов, конечно, и, опять же, я знаю, что это касается всей Европы, включая Россию, то в большинстве компаний среднего и малого бизнеса нет достаточного количества традиционных технологий. Поэтому сейчас будут развиваться пока у нас и бизнес-навыки, и эти навыки, которых сейчас у них просто нет. И в результате этого будут предъявляться определенные инновации. Ну, что касается про управление человеческими ресурсами, то, мне кажется, здесь есть еще одна возможность. Когда вы говорите об управлении больших, цепочке поставок больших компаний, например, как это крупный автопроизводитель, да, и у него есть в качестве партнера маленькая компания, ну, субпотрядчик, скажем так, в итоге автоматически вы становитесь частью цепочки смарт-технологий, которую выработала большая компания для управления своими бизнес-процессами, в итоге получается, что смарт-технологии будут касаться и вас, и, в итоге, вы будете учиться применять эти технологии, будете взрослеть. Да, это сложный процесс, это не просто все, потому что средний и малый бизнес сталкивается с большими рисками и ответственностью выше, потому что вы не можете инвестировать деньги во что-то, а потом вдруг понять, что это что-то не сработало, поэтому мне кажется, что для них этот процесс будет сложнее, но, тем не менее, преимущества и плюсы будут... Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Дорогие, я бы скажу, Попович, в системе... Скажите, пожалуйста, как применяется на уровне государственного управления смарт-технологий, и есть ли в вашей компании какой-то обзор, который бы характеризовал уделения безразличных технологий, особенно формирование моделей стратегического развития, ведения оптических, срочных, политических, в том числе политических и ведения бизнеса. И, если можно, что-то скажите о, ну, пусть будет роль смарт-технологии в Европейском Союзе. И как вы оцениваете влияние различных технологий на те результаты, которые имеет Европа в настоящем? Ну что ж, по первому вопросу, есть ли у нас какие-то исследования по поводу влияния... ...по поводу влияния смарт-технологий на управление государством? По ответу, да. Мы провели такие исследования, достаточно огромные. Пару дней назад коллега приезжал сюда, и он, кстати, он говорит по-русски, он гораздо лучше с ним. Он провел огромное количество исследований по разработке умных городов. Он посмотрел на развивающие рынки в Азии, в Сингапур, например. Он также посмотрел на развитие городов России по образцу Стокольма, Амстердама. Огромное количество исследований было проведено, которые рассматривались как технологии, но и, как мы отметили, влияние на политику, на процесс принятия решения и на вывлечение граждан. И в последнем отчете, опубликованном, касающемся вовлечения граждан, хотел бы отметить следующее. Здесь мы говорим о демографии и о влиянии на демографию. Например, мы видели, что настворилась арабская революция в Египте, в Турисе. Мы видели, что молодежь уже вышла на улицы и использовала соцсети. Фейсбук, Твиттер, они используют их для общения по этому. Аспект соцсетей, если хотите, можно сказать, используется в процессе принятия решений. Например, президентская кампания Барака Амбайна, которая была проведена четыре года назад в США, и началась из-за развития взаимодействия с гражданом через соцсети. Информируемость повышалась на счет использования соцсетей, и понимание политической воли доносило их людей через соцсети. И даже в Германии у нас есть новая партия, которая называется Pirate Party, и она объединяет поколения интернет, которые используют различные инструменты по-разному, и благодаря этому правительству будет взаимодействие с гражданами уже другими способами. Я теперь переходим к вашему другому вопросу. Отличный вопрос, кстати. Я к Наталье Круз, которая являлась другой департаментом Евросоюза по информационно-экономационным технологиям в Брюсселе. Я думаю, что она права. Обещание заключается в следующем. Если мы сможем в такой сложной обстановке в Европе, где у нас страны говорят на разных языках, где у нас различные культуры присутствуют, где у нас различные политические организации, различные органы управления присутствуют. Если мы сможем разрешить проблему использования смарт-технологии на собственное благо, то я думаю, что у нас будут огромные преимущества в будущем. Ну, посмотрите, в США там ситуация простая. Огромная страна, но там у них все одинаково везде. А в Европе у нас другая ситуация. Разные страны завершены в разных языках. Поэтому, если мы сможем использовать собственный талант в нашей молодежи, которая работает и в наших институтах, которые есть в нашем обществе для того, чтобы продвигать технологии в контекст улучшения жизни с условиями, то я думаю, что мы не только для себя какие-то плюсы извлечем, как европейцы, мы станем примером другим обществом, которые только занимают, сейчас начинают переходить к демократии, как мы видели в Северной Азеке, то я думаю, что за счет этого будет обеспечиваться дальнейший рост. Я сейчас не хочу говорить о ситуации с Евро в Европе, но тем не менее, мне кажется, что потенциал в государственном секторе достаточно огромный. Спасибо. Ну, я буквально хотел бы добавить еще два слова к тому, что все-таки, значит, вот тема нашего сегодняшнего заседания, нашего сегодняшнего собрания, да, это, в первую очередь, использование вот этих умных смарт-технологий в крупных корпорациях, да, каким образом повысить эффективность процессов работы на рынке крупных компаний, что очень важно. Вопросы у меня больше связаны с социальными аспектами, с использованием смарт-технологий в государственных органах, муниципальных, что часто, Гарнет-смарт, смарт-сити и так далее. Мы рассматривали буквально месяц назад, у нас был специальный семинар, посвященный теме смарт-сити в Академии народного хозяйства, в школе тайм-менеджмента, и кого вот эта тема интересует, использование технологии, значит, вот в городах, каким образом, значит, социальные аспекты решаются, да, в принципе, вы можете оставить запрос, и мы вам вот эту информацию по использованию технологий, там, малый-средний бизнес, государственные структуры, в городах, муниципальных образований, мы вам предоставим. А сегодня я просто вот, ну, комментарии хотел сказать, чтобы, значит, вот как-то мы больше фокусировались, и среди нас здесь в основном представители, ну, достаточно крупных компаний, да, и вот во второй части мы посмотрим опыт использования вот этих умных технологий в этих компаниях, да, чтобы мы все вместе фокусировались просто на какой-то вот одной теме, да, использования, значит, технологий в крупных организациях, с тем, чтобы помочь им, российским предприятиям, помочь быть более конкурентоспособными, стать вот как мы все хотим, там, крутыми и умными, да, чтобы этот бизнес, так сказать, развивался, и использовал все самые современные технологии, фишки, да, которые на следующий день вот есть, ну, в мире, да. Тут такой комментарий. Еще вопросы, пожалуйста. Наталья Сынковева, Центр развития современных отрицательных технологий, в связи с этим вопросом. Несомненно, что для смарт-эпохи, смарт-бизнеса необходимых...